что даёт нам возможности, даёт нам все возможности для того, чтобы увеличивать радость. Всё, осталось включить Фейсбук. И мы в эфире, в Телеграме, в Фейсбуке и в Ютьюбе. Да, кто где хочет, может смотреть, кто где хочет, может делиться адресами, потому что, когда мы делимся чем-то хорошим, это создаёт абсолютно новую реальность. Создаёт абсолютно новую реальность в жизни каждого из нас и в мире в целом. Всё. Итак, мы продолжаем изучать, как умножать радость, так как мы находимся в месяце Адар. Сейчас месяц Адар – это прямое указание Шулхоноруха. Шулхонорух – это сборник законов еврейских, как должен еврей жить в этом мире. Называется «Накрытый стол». Есть такая книга, 500 лет назад она была написана, и в ней прямо расписана каждая деталь. Знаете, как такие чек-листы. Да, проснулся и от момента просыпания до момента засыпания, и даже как спать. Как себя вести в каждом месте, в каждой ситуации. Тора разобрала подробно. Для чего? Да, есть цели. Цели, значит, какая цель у человека в этом мире, да? В конце концов, всё понятно, говорит царь Соломон в конце Экклезиаста. Экклезиаста «Совдовара коль не шма, это латим ира, Бога бойся, заповедь его соблюдает Кизеку ли Адам». Потому что в этом весь человек. Интересно, что… А, и знай, говорит он, знай, что каждое действие Бог приведёт на суд. Всё скрытое и хорошее и плохое. То есть, в принципе, он закончил Экклезиаст таким прямо, ну вот, главным, знаете как, вот я, например, могу про себя сказать. Я когда выхожу бегать, я стараюсь бегать, да, чтобы быть в хорошем состоянии. И вот я выхожу бегать, я себя спрашиваю. Так, Ицкак, оп, соберись. Что значит соберись? У каждого из нас есть картина мира, как калейдоскоп, который постоянно рассыпается. Разные события, какие-то появляются всё время желания, новая информация, новые люди. И ты всё время находишься в режиме реагирования на внешний мир. И вот этот режим реагирования формирует тебя, как говорит поговорка, с волками жить, по волчьи выть. Но ты же не волк, ты же не должен жить по волчьи, правильно? И у тебя внутри возникает вот это противоречие. С одной стороны, у тебя автоматически включается с волками жить, по волчьи выть, например. Или там с медведями, по медвежьи, с белочками, по белочкам, с зайцами, по зайцевски. Значит, у тебя автоматически включается на уровне психологии, да, включается та часть тебя, которая реагирует на внешний мир. Да, то есть это абсолютно естественно и понятно. Но часто та часть тебя, которая включается, она противоречит твоим каким-то ценностям, твоим каким-то глубинным убеждениям, каким-то твоим планам, убеждениям. Теперь, если у человека есть план какой-то его, а события его выбивают из плана, у него может включиться гнев, например. Это абсолютно естественная реакция, когда человек реагирует на то, что ему не нравится то, что происходит, гневом. Это естественно, но это плохо для него. Потому что глубина, где-то в глубине души, он знает, что тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. Каким идолом он служит? Идолы – это все то, что не Бог. Бог – это творец мироздания и хозяин мироздания, который конкретно создает все, что существует. Как Царь Соломон закончил. Все знает, все Бог приведет на суд и хорошее, и плохое. То есть, когда происходит какое-то событие, то это всегда следствие того, что ты делал. Ты сейчас в этом месте находишься, потому что ты выбрал в нем находиться. Десять лет назад выбрал, двадцать лет назад выбрал, неделю назад выбрал, час назад выбрал. То есть, все, что происходит – это выбор человека, а последствия – это уже дает Бог. Теперь Татьяна Ванина правильно говорит. А я верю, что все будет хорошо. Это тот, кто полагается на Бога. Он верит, что все будет хорошо. У него есть внутри… То есть, он говорит, я не хочу быть реактивным. Я не хочу с волками жить, поволчевыть. Я не хочу поволчевыть. С волками жить я тоже не хочу. Но если уже я с волком встретился, я лучше буду… Значит, я стану тогда тигром. Или оленем. Убегу от волков. Или стану птицей, да, соколом. И улечу. То есть, я не хочу быть машиной, которая управляется внешними событиями. Внешние события – спасибо Всевышнему. Бог мне всегда дает только добро. Я все принимаю, понимаю, учусь. Благодарю Всевышнего. Все отлично. Все хорошо. И дальше иду по плану какому? Шелха на рук. Законы. Как правильно действовать? Бог сказал, он свою волю выразил в Торе. И когда ты действуешь по воле Всевышнего, то тогда ты можешь рассчитывать полностью на его поддержку. Все. Это было такое вступление. Пока мы все собрались. Отвечаю сразу на вопросы. В Ютубе задают важные вопросы. Значит, вопрос такой был. Где купить такую футболку? Отвечаю. Футболку можно купить такую на Амазоне. На Амазоне набираете тишерт с мотивейшн. Мотивейшн. И там есть с разными надписями. Все. Теперь мы переходим к книге, которую мы изучаем. Это книга «Как быть в радости». По системе Раби Нахмана пишет Рон Вабер. Вебер или Вабер. Вы говорите без огласовок. Значит, он говорит такую вещь, что Бог – это и есть радость. Бог – это и есть счастье. Бог – это и есть любовь. И когда у человека есть душа, которая соединена уже с Богом, значит, что? Значит, внутри, где-то внутри глубоко всегда есть счастье, любовь, радость. И это не то, что нужно где-то искать. Оно есть внутри. Это как в глубине океана всегда тихо. Всегда тихо в глубине океана. Теперь, а внутри человека всегда радостно. То есть, где-то на глубинном уровне, где есть душа, где есть соединение с Богом, всегда радостно. Теперь, но на уровне интеллектуальном, или на уровне эмоциональном, или на уровне тела радостно далеко не всегда. И он говорит, как вся эта книга, эта система, как увеличить состояние радости, как научиться управлять собой, чтобы быть максимально прикрепленным к источнику радости, ко Всевышнему. Он привел уже здесь пять, мы уже изучили, барьеров, которые лишают радости. Давайте их повторим. Пришел не сразу. Значит, первый барьер решающей радости – это рептильный мозг. Мы все внутри имеем такую маленькую ящерицу, которая сидит внутри коровы. Коровы – это мозг, называется мозг млекопитающих, а внутри есть мозг рептилии, инстинктивный мозг. Так у нас внутри, у каждого живет как, знаете, как еще бессмертный был. Так у нас внутри. Значит, есть рептильный мозг, пугливая такая ящерица, которая инстинктивно работает. Дальше на ней сидит такая ленивая корова, такая толстенькая, хорошая корова, которая любит только кайфовать. И если есть еда, и в принципе, по большому счету, особо ничего не надо. Ну, размножаться и еда – это две главные заботы коровы. И спасаться от хищников, чтобы тебя не съели. И, значит, сверху над этим сидит интеллект. Интеллект – это не еще не я, а сидит интеллект – это компьютер. Вот интеллект человека – это компьютер, который запрограммировали с детства первичные программы, операционную систему вложили родители. То есть первая операционная система, она закладывается до пяти лет, пока ребенок полностью во власти родителей, его прям программируют, ему дают понятия. Крошка-сын к концу пришел и спросил от Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И Крошке-сыну, в зависимости от места проживания, объясняют, значит, если он родился там в Газе где-то, хорошо, значит, убивать евреев. А если он родился, например, не в Газе, а где он может еще родиться, в Китае, то ему говорят, там, хорошо очень, вот если у тебя 10 червячков скушать с аппетитом, это хорошо. А где-то он родился в Индии, недалеко от Китая, а они говорят, вообще, корову есть нельзя, ни в коем случае. Вот корову съесть, это как человека убить. А если он чуть дальше родился, там, в Казахстане, да, ему, наоборот, говорят, корова, говядина, хорошее мясо. То есть, интеллект, он программируется на первом этапе, когда человек еще ничего не фильтрует. Программируется правилами поведения, которые, по идее, должны обеспечить человеку в этом мире, по мнению его воспитателей и родителей, должны обеспечить ему выживание. То есть, все родители воспитывают детей с хорошими побуждениями. То есть, они смотрят вокруг, ну, и себе в голову, как выживать. И они ребенку передают те правила, которые, по их мнению, приведут ребенка к выживанию. Они его воспитывают. В меру своего понимания, как надо жить. Дальше человек вырастает. И чаще всего после 20 лет он уже ничего не меняет. В большинстве случаев он уже проводили такой эксперимент, ученые. Значит, была такая комната, в которой ждали люди, которые пришли отбираться на работу в очень крупную компанию. То есть, люди высокого интеллектуального уровня, которые прошли до этого много отборов, и их теперь приглашали на последнее собеседование. Значит, в этой комнате, где они ожидали собеседования, сидели три актера, которые, которые эти три актера были, ну, с ними была договоренность. Значит, звучал звоночек, такой дзынь-дзынь, звоночек. Эти три актера встают. Они сидят тоже там, что-то заполняют, какие-то анкеты, все. Звучит звоночек, они садятся. Заходит человек, который не знал, что делать, как делать, он пришел устраиваться на работу. Он заходит, значит, садится. Звучит звоночек, трое рядом с ним встают. Он думает, что делать. Звучит звоночек, они садятся. Звучит звоночек, они встают, он встает с ними. Звучит звоночек, они садятся. Заходит следующий соискатель на работу. Значит, как раз в этом фильме, ну, снято это, да, зашла девушка какая-то. Звучит звоночек, эти четверо встают. Звучит звоночек, они садятся. Звучит звоночек, они встают, эта девушка не встает с ними. Я же никто не сказал, надо вставать, не надо вставать. Но она не идет за коллективом, она на своей волне какая-то. Сидит тоже, заполняет антету, ждет, как ее вызовут на собеседование. А это предбанник такой. Значит, заходит человек в комнату, говорит этой девушке, извините, вы нам не подходите. Все, она уходит. То есть, они сразу удаляли из комнаты непослушных. Те, которые не идут за коллективом. Заходит следующий, то же самое. Все встают под звоночек, он встает. Чем больше было людей, тем меньше было непослушных. Когда в комнате уже было 20 человек, которые синхронно вставали, садились под звоночек. Им ничего никто не объяснял. И никто, значит, нельзя было разговаривать друг с другом. То есть, они ждали, как их вызовут на собеседование. И понимали, что их там какая-то идет проверка. Все встают, садятся, встают, стоят. Если кто-то не встает, его удаляют. То есть, непослушных, вот этим мы видим, как тоталитарные режимы. Почему тоталитарные режимы, они борются с непослушными. Потому что один непослушный может испортить всю картину. Но если вокруг тысячи послушных, это все, ими можно управлять как угодно. Теперь, после этого удаляют трех первых актеров, которые были первые, которые знали, в чем дело. И все остальные продолжали вставать, сколько бы их ни было, продолжали вставать, садиться под звоночек, не зная зачем, не зная почему. Но так делают все, мы тоже будем делать. Это психология человека. Вот такие вот мы все люди. Теперь, дальше, но есть люди, которые ищущие, которые у них, не знаю почему, по каким причинам. Сейчас у нас на уроке на Телеграме 75 человек, на Фейсбуке 81 и на Ютюбе 50. Значит, сколько получается? 200. 200 человек вдруг решили изучать Тору. Вот они решили, что то воспитание, которое там дает нам интернет, книги, школа, оно недостаточно. А вот Тора, что Бог от нас хочет. Почему человек задает этот вопрос, которого воспитывали по-другому? Для меня это загадка. Почему кто-то задает, а кто-то не задает, кто-то так, кто-то так. Это уже, мы не будем сюда входить. Значит, ушел я далеко, конечно, вообще очень далеко. Пять барьеров, которые мы уже изучили, которые лишают радости. Первый, рептильный мозг и мозг млекопитающего, он запрограммирован на то, чтобы искать опасность. Эти два мозга, они полностью управляются инстинктом самосохранения. Поэтому человек, который не включает свой неокортекс, свою высшую интеллектуальную деятельность и духовную деятельность, он чаще всего будет все время скатываться в страх. И для того, чтобы этот страх убирать, он будет использовать разные антидепрессанты и так далее. Второй барьер, который мешает человеку быть радостным и счастливым, это сравнение. Интеллектуальный мозг, он постоянно сравнивает себя с кем-то. И сравнение эти не в лучшую сторону. Почему так работает, здесь уже глубоко не будем вдаваться. Но когда у соседа трава зеленее, это известная история. Человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. Это та же история. Значит, ум человека, он как-то работает очень избирательно. И сравнение, оно лишает радости. Тоже подтверждено огромными исследованиями, что те люди, которые смотрят соцсети, инстаграм, фейсбук конкретно, то они где-то на 30-40% у себя забирают ощущение радости от жизни, чем если бы они не пользовались. Мы все в соцсетях, но должны об этом знать. Если ты подготовлен, то хотя бы ты можешь, ну чуть-чуть может быть уменьшить этот процент. Третье, то что забирает радость у человека, это когда идет не по плану. То есть ожидание того, что все должно быть по моему плану, пропорционально убирает радость. Потому что чем больше человек ожидает, что все должно быть как он хочет, тем меньше он будет радоваться. Потому что все не будет как ты хочешь, ни в каком случае. Жизнь устроена так, что человек даже собой с трудом управляет, а внешним миром он не управляет вообще. Поэтому все те люди, которые взяли на себя задачу какую-то, почему-то им пришло в голову, что они должны менять этот мир. И что мир должен, вернее не так, то если я хочу менять, это внутри меня. Хочешь меняй, но если я считаю и верю, что мир должен измениться, в этот момент я попадаю в тяжелую проблему, которая будет меня постоянно разочаровывать. Потому что чем больше ты хочешь контролировать внешний мир, тем больше у тебя будет разочарования. Случай не по плану. Четвертое, что убирает, это ощущение, что я жертва обстоятельств, а не причина того, что со мной происходит. И это тоже очень сильно забирает, когда человек чувствует свою беспомощность. То есть вот этот момент, что я управляю своей жизнью, он возможен только внутри. Только если человек понимает, что то, чем он может управлять, это его мышление, это его мысли, его восприятие, то тогда он не чувствует себя жертвой. Потому что восприятие человека 100% его свобода выбора. И пятое, что нам мешает, это убеждение и информация. То есть источники информации, которыми мы пользуемся, это и есть та пища интеллектуальная, которую мы потребляем и в которой мы живем. Если человек постоянно потребляет вокруг негатив, негатив из соцсети, как-то страшно, вокруг негативные люди, то, конечно же, это как питаться отравленной пищей. Человек, который потребляет информацию негативную, особенно СМИ, которые просто, ну, они на это запрограммированы, то это как постоянно есть отравленную еду. Человек, который ест постоянно фастфуд, там, отравленную еду какую-то, он, понятное дело, что у него тело будет отравлено. Человек, который потребляет информацию негативную, тот мир, в котором он живет информационно, он будет отравлен. А красота, доброта спасет мир, говорит Татьяна Ванина абсолютно правильно. Той человек, который потребляет красоту, потребляет добро, потребляет любовь, потребляет информационно, он видит добрых, хороших людей, он благодарит, то есть он акцентирует свое внимание на полуполных стаканах, на позитивных случаях, на добре Всевышнего, на красоте природы и так далее, то он постоянно питается. То есть его мир, он будет вот таким, он не будет видеть ничего другого. И сегодня мы пришли к шестому барьеру, который крадет радость. Вот здесь сейчас мы уходим в духовный мир. Мы выходим в духовный мир, который обычно вот все предыдущее уже наука доказала. А то, что здесь написано, наука не знает, потому что это касается духовного мира. Значит, говорит нам автор этой книги такую фразу, слово даже такое, сжатие, цимцумим. Цимцумим это сжатие, как цимцум это, ну да, сжатие дословно переводится. Мохин декатнут, мохин дегадлут. Значит, он говорит так, что в духовном уровне человек, материальный уровень наш, да, вот этот материальный уровень, который мы воспринимаем, это проекция духовного уровня. То есть есть у человека душа, которая есть в духовном мире, там очень много, то что называют на востоке кармой, это мой как бы информационный след. То есть то, что я делаю изо дня в день, делаю, говорю, думаю, оно наверху там создает программный код такой, да, как раньше это называли, ангелы поднимаются. Это духовные следы, как вот, откуда вы сейчас меня видите? Идет сигнал по воздуху, какие-то ноли, те единицы, я не знаю, как они летают, ноли, те единицы. Но то, что я говорю сейчас здесь на компьютер, MacBook Pro, на телефон, на iPad, три у меня прибора, не подключенные к сети вообще, вот просто удивительно. Но я говорю в эти три прибора, эти три прибора каким-то образом сигнал перекручивают через воздух, посылают его в мой раутер. Мой раутер подключен к оптиковолокну, оптиковолокно передает этот сигнал, я в Израиле, через океан. И у вас ваши приборы, где бы вы ни находились, Ницца, Казахстан, Америка, Украина, Россия, Франция, Эквадор, люди смотрят со всего мира. Вы получаете этот сигнал в ту сеть, в которой вы смотрите, YouTube в YouTube, Facebook в Facebook, Telegram в Telegram, и сидите, смотрите, тоже не подключенные никакому проводочку. Это чудо, это реально вообще, как оно вообще, как это? Так вот, как мы в это поверили, так же можем мы поверить в то, что каждое слово одновременно, и то, что вы сейчас сидите слушаете, а я говорю, то в этот момент мы создаем каждого у себя наверху, мы создаем как себе в облако. Облако – это духовный мир, а мы туда шлем, как есть у каждого, например, в iCloud или Gmail, Google Диск, например, или там на диске на любом, Яндекс Диск. Есть свой какой-то там ящичек, назовем это ящичек. И в этом ящичке откладывается, хочешь храни там фотографии, хочешь храни там документы с компьютера, да, то есть, ну, сейчас же нет смысла хранить в памяти компьютера файлы, да, все там в облаке, поэтому ты можешь это скачивать на любое устройство. Точно так же у нас, у каждого есть там в общем облаке, есть свои файлы, и когда ты делаешь действия, которые называются заповеди, то, что Бог сказал делать и назвал добром, то ты туда кладешь плюсики. Когда ты делаешь, нарушаешь волю Всевышнего и делаешь то, что Бог назвал злом, то ты туда кладешь, как сказать, вирусы, назовем это вирусы, да, что-то негативное. Потом оттуда на тебя идет поток точно такой же, то, что называют карма на Востоке, что все возвращается. То, что ты туда заложил, то тебе возвращается в виде тех фильмов, которые ты смотришь. Кто-то живет в сериале комедийном, где все там вдруг происходит хорошо, кто-то живет в сериале Санта-Барбара такая, что не дай Бог. И получается, что духовное вот это вот, то, что ты складываешь, оно к тебе возвращается. Теперь нам становится понятно, слово Тсим Цумим это сжатие. То есть, на сегодняшний день, чтобы хранить всю эту информацию в облаке, то она сжимается в какие-то особенные файлы. Теперь, вот человек, у него вдруг начинается какой-то тяжелый период жизни, черная полоса. Он нам говорит такой момент, что у человека, сейчас мы пришли к тому, это шестой барьер, что у человека забирает радость то, что называется мацавшельдохак. Ситуация, когда его начинают сжимать и ситуация Цим Цума, когда он чувствует вот это сжатие. Он говорит, в какой момент человек чувствует вот это вот сжатие, когда у него, он чувствует, что ему там перекрыли кислород, черная полоса. Он говорит, например, болезнь. Это как раз яркий пример того, что называется сжатие Цим Цум. И поэтому написано, что тот, кто болен, он в этот момент находится в периоде судов. То есть, на него включили там на небе программу, ведь у облака есть хозяин, всегда есть облако Яндекса, облако iCloud, облако Google Диск. У всего есть хозяева. Бог хозяин духовного мира. И по правилам духовного мира, если человек попадает в период хеседа, милосердия, то ему прет. Если человек попадает в период судов, ему не прет. И вот в этот момент, когда он попадает в период судов, он начинает болеть. То есть, у него он чувствует вот это сжатие в нижнем мире, которое свидетельствует о том, что наверху на него включили суды. Как говорил Рабин Ахман, учитель, автор этой книги, и так же гнев, и так же жестокость. Это все происходит от недостатка познания. Как написано, что гнев за пазухой в притчах царя Сламона, есть такой отрывок, что гнев за пазухой у дураков, у грешников по вожделению, все время Янулах как бы лежит, находится, он близко. То есть, человек, который не понимает, что все от Бога и все к лучшему, у него в этот момент он все время готов разгневаться. Он не верит, что все к лучшему, ему кажется, что вот кто-то опоздал к нему навстречу, это к худшему. А он тот, кто опоздал, может, его хотел в это время там обмануть. Он не понимает, что Всевышний его спас. Он думает, вот опоздал, обязательно к худшему. Нет, бывает, опоздал, это к лучшему. Теперь дальше он говорит. И поэтому больной, когда человек болеет, он обычно раздраженный и гневается. Из-за того, что он находится в периоде судов. То есть, нижнее отражение, то, что здесь происходит, это же проекция верхнего. И получается, что вот эти вот суды, которые в этот момент включены, вызывают у человека, он болеет. И он в этот момент еще и гневается. Ну, раздраженный. Дальше он говорит. Конечно, в это время тяжело радоваться. Это шестой барьер для радости. Но он говорит, вот тут как раз и скрыто, и скрыто здесь излечение. То есть, в тот момент, когда ты, это называется, самоотверженно передебаешь в другую сторону ситуацию. Как ты ее передебаешь? Ты начинаешь благодарить Всевышнего. То есть, ты начинаешь снизу как бы, тебе не за что благодарить, тебе плохо. А ты говоришь Всевышний, спасибо тебе. Я понимаю, что как ты меня любишь. И понимаю, что даже это, то, что ты сейчас делаешь, это мне к лучшему. Это сейчас меня очищает, спасает, учит. Спасибо тебе. В этот момент, когда ты включаешь снизу, включаешь вот такую вот самоотверженную радость, она может и убрать вот эти вот, выключить эти суды. Теперь, дальше он приводит еще, значит, 5, всего 5 он приводит, приводит барьеров вот этого цимцума. Примера, вернее, не барьеров, примеров сжатия в нижнем мире, которое свидетельствует, что наверху включились суды. Значит, первое, бывает у человека на работе, он чувствует сжатие вот это, да, что его душит работа, душит его работа, ему, значит, на работе прямо начальник сволочь, все, все гады, все, работа его зажала. Значит, это сжатие, которое забирает радость. И вот это само сжатие, оно показывает, что наверху включены суды, ему не прет. Теперь, нижнее сжатие, оно забирает радость, показывает, что сейчас внутри ты находишься в плохой полосе, и что надо обязательно что-то поменять именно в духовном плане. Второе, семья, он говорит, понятно, что некоторые чувствуют себя в семье зажатыми, как, он пишет, мы шуаббат, как рабы, да, порабощенными в семье. Он говорит, конечно, тяжело в этом состоянии радоваться, когда ты себя так ощущаешь, то это и... Теперь вопрос осталось, видите, у нас 30 минут уже прошло. Вот это ощущение сжатия, оно является фактом или оно является восприятием, которое ты сам создаешь? Это вопрос. Третье, счет в банке, нету денег. Это цинцум, это сжатие, это конкретное сжатие, когда денег не хватает, это очень сжатие. Четвертое, болезнь, это тоже сжатие, вот это, да, которое забирает радость. И пятая удивительная вещь, он говорит, чем больше человек умничает, тем ему грустнее жить. Чем он умнее, то есть умным людям грустно жить, они видят все недостатки, они видят суть людей. Как царь Соломон сказал в первой же главе Экклезиаста, он сказал, «Марбэхахма», он говорит, умножаешь мудрость, «Марбэхакас», умножаешь гнев, да. То есть получается, что чем больше у тебя вот этого понимания, тем больше гнева. В Иосиф Даат, тот, кто добавляет познание, Иосиф Маков, он добавляет боли. То есть это тоже барьер для радости. Я всегда говорил, что шибко умные, они радоваться не могут. Надо быть попроще, не надо быть очень умным. Вот, теперь, и здесь как раз так совпало у нас, что он дает нам, конечно, здесь классные уроки. Но смотрите, по Ютьюбу у нас еще минута осталась, попробую успеть. Значит, первое, он здесь коротко я говорю, он нам здесь говорит про богатство. Сидело два человека, Риувен и Шимон, и один другому говорит, «Вот ты такой умный, чего ж ты такой бедный?» А он говорит ему, а я вообще не бедный, у меня есть где жить, у меня есть работа, я занят интересным делом, встречаюсь с интересными людьми. Моя жизнь богата и разнообразна, я ставлю перед собой цели, обычно их достигаю. И даже трудности, с которыми мне приходится встречаться, учат меня чему-то новому. Они поднимают меня на новые высоты. Чего же мне не хватает? То есть он говорит, почему я бедный? У меня все отлично. Шимон говорит, тот, кто его спрашивал, а почему я такой бедный? Тот говорит, а почему ты бедный? У тебя есть то же самое, что есть у меня. У тебя есть работа интересная, ты встречаешься с интересными людьми. Ты можешь ставить перед собой цели, которые сделают твою жизнь богатой и разнообразной. И даже те трудности, с которыми тебе придется встречаться, научат тебя чему-то новому. Они поднимут тебя на новую высоту. Скажи, чего же тебе не хватает? И этот Шимон ему отвечает. Вот этот вот ответ, просто на нем мы заканчиваем урок. Он говорит, смотри, говорит, чего мне не хватает? Говорит, потенциально у меня есть то же самое, что у тебя. Я не умею так думать. И поэтому я не умею так жить. Чтобы мне было интересно на работе, интересно здесь. Чтобы трудности меня поднимали, учили. Чтобы я ставил цели, которые мне будет интересно достигать. Говорит, я не умею так думать. Если дело в этом, сказал Реувен, тогда ты действительно бедный. Наши мудрецы учат, что бедный это тот, у кого нет правильного понимания. Но знаешь, если ты захочешь, я могу поделиться с тобой всем, что у меня есть. Я могу научить тебя всему, чему научили меня. Знание это такая вещь, которая... Вот она, пожалуйста. Вот мы смотрим урок, 200 человек узнали сейчас, что все дело в мышлении. И то, как ты мыслишь, то, во что ты веришь, то, как ты выстраиваешь свой внутренний мир, который ты стопроцентный хозяин своего внутреннего мира. Даже Всевышний через притчу царя Соломона, он сказал, он говорит, для Адама Рахотлев. Человеку принадлежат дороги его сердца, его мысли. Они принадлежат человеку. Уми Ашем, Мицедей Гевер. От Бога шади человека. Это от Бога. Что там будет, мы не знаем. Внутри все твое. 100% все твое. Все. Поэтому мы знаем шесть. Шесть мы знаем теперь барьеров для радости. Можете еще раз повторить их, записать для себя. И дальше мы в этой книге пойдем, как, как, что делать. Надеюсь, что мы к Пуриму подойдем уже невероятно радостными. И Всевышний в заслугу нашей радости, он снимет все суды. То есть тут в том-то все и дело, что через, за что приходят суды? За то, что мы не благодарили, когда было хорошо. За то, что ты не служил Богу Всесильному твоему с радостью в сердце, когда все было хорошо, приходят страдания. Теперь, сейчас мы уже знаем. И нам надо сейчас срочно исправить то, что мы когда-то не радовались. Поэтому сейчас мы прямо радуемся, 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 танцуем, благодарим Всевышнего. И в заслугу этой радости мы исправляем, выключаем все суды, которые есть на каждого из нас и на весь мир в целом. И чтобы все, кто через благодарность подключается ко Всевышнему, чтобы Всевышний выполнил все наши потребности, ваши потребности. Здоровья, благополучия, радость, счастье. И чтобы у всех наших близких было то же самое. И в итоге в мире будет мир. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok